Если задуматься, что же является основным атрибутом азербайджанского дома, то можно с уверенностью сказать сундук, старый бабушкин сундук, ибо без сундука, как принято считать, дом не дом. Когда была я девочкой, с великим благоговением смотрела на бабушкин сундук. Нет-нет, не мятные леденцы привораживали наше внимание, и не бабушкины сладости гостинцы. Мелодичный звон замка бабушкиного сундука звал нас в мир красоты и сказок, в мир мастерства и искусства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во времена моего детства достоинства девушек измерялись не только красотой, но и изделиемой ее рук. Ткали вышивали не для продажи, не для музеев, не по заказу. Старались изо всех сил, чтобы наши джурабы, скажем, или вышивки понравились чигитам, любимому парню, брату, отцу. Каждая мастерица имела свои узоры и рисунки, свои краски. Чтобы сделать добротную вещь, нужна была качественная шерсть, шелк, пряжа. Пальцы мастеров были настолько чуткими, что они на ощупь определяли качество кокона или шерсти. На всю округу славились мастера-ткачи, красильщики, вышивальщицы. Даже ткацкий станок, без гя, делал сам мастер. А краска? Нужно было, чтобы она не боялась ни зноя, ни бури, ни зимы, ни лета, ни дождя, ни ветра. Цвет одарила нам сама природа. Вот, например, растение боях, которое сейчас, к сожалению, стало величайшей редкостью. От него берет свое начало слово бояхчи, красильщик, боямах, красить. Бояхчи красильщик был своего рода ботаником, химиком. КОНЕЦ Тогда нам и в голову не приходило, что наши изделия могут стать такими редкими и такими ценными. Внуки мои говорят, что ткань и одежда, вышивки и изделия азербайджанских народных умелцев хранятся в музеях Лондона и Парижа, Италии, Германии. Одежда русских царей из шамахинского шелка можно увидеть в оружейной палате. КОНЕЦ Множество тканей красивых и ярких делают сейчас Кривдешин и Кривжоржет, Кристаллон и Маркизет, Либертини и Файвушет. А раньше ткани назывались как-то по-другому, попроще, но с намеком, с долей юмора. Улица мне тесна, лопнет сердце соседки. Остановись, гляди на меня. Волшебный сундук от бабушки достался мне. От меня же, разумеется, достанется моей внучке, от нее ее внучке. Эти ремесла не должны быть забыты. В них преемственность поколений, связь времен, искусство наших бабушек и матерей, что дарят нам утраченные, дарят нам сказку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова